Онлайн-платформа Викиум создана учеными и экспертами в области нейропсихологии. Данный проект направлен на раскрытие потенциала человеческого мозга, развитие реакции памяти, мышления и внимания. Всем привет! Думаю, многие задумывались над вопросом, а сколько стоит сейчас построить, к примеру, пирамиду Хеопса или какой иной мегаобъект прошлого. Оказалось, что не так давно нашлись умники, которые попытались вывести примерную стоимость того, что современные из Торики называют чудесами света. Статья опубликована на канале Книговод-Книговод. Ссылка в описании. Как думаете, насколько дорого обходятся чудесные строения? И что не учли американские исследователи-счетоводы в своих подсчетах? Ладно, переходим к самой статье. Поехали! Эксперты подсчитали, сколько стоит построить пирамиды и прочие древние чудеса света. Получилось, на удивление, не так дорого. И одни чудаки даже построили себе Стонхендж. Книговод уже рассказывал о том, как американская компания Бихринц подсчитала стоимость строительства популярных вымышленных объектов из фильмов и книг от Хогвартса до Звезды Смерти и Звездных войн. Эта же компания провела и еще одни грандиозные подсчеты, оценила стоимость постройки в наши дни знаменитых архитектурных проектов прошлого. Интересовали их только объекты, признанные чудесами света, или прошедшие в финал голосование на звание участника новых семи чудес света, который проводился в 2007 году. Все цифры брались не из головы. Над оценкой затрат работали специально приглашенные эксперты по архитектуре и строительным материалам. Стоимость работ считалась, исходя из расценок в американском штате Калифорния, где расположена компания. Такой она была на момент подготовки материала летом 2018 года с учетом уплаты всех налогов и сборов, и привлечения нормальных сотрудников, недешевой, нелегальной рабочей силы. Конечно, во внимание принимались современные технологии, которые могли бы облегчить строительство, ведь в наши дни ничего не мешает использовать подъемные экраны и прочие достижения инженерной мысли. Размеры обсчитываемых объектов полностью соответствуют их реальным прототипам, по крайней мере тем сведениям, которые о них известны. И вот каковы результаты проведенной оценки затрат. Первый объект – Стоунхендж. Древнее каменное сооружение, внесенное в список всемирного наследия, расположено в английском графстве Уилтшир. Его камни давно и подробно изучены, и в настоящее время считается, что строить его начали в 3 тысячи сотых годах до нашей эры, а закончили лишь спустя 1500 лет. Первоначально Стоунхендж состоял из 160 массивных мегалитов, 80 серсеновых камней и 80 голубых камней. Чтобы оценить материальные затраты, авторы расчетов умножили. Современную цену этих видов стройматериалов на расчетный вес камней, используемых в объекте – 25 тонн и 4 тонны. В результате их стоимость составила примерно треть общей стоимости объекта – 1 миллион 45 тысяч 600 долларов. Около 70 миллионов рублей по курсу Центробанка РФ на 18 февраля 2019 года. Справиться с такими огромными каменными глыбами смогут только 140 тонны подъемные краны. Отдельная строка расходов – работы по рытью земли, чтобы соорудить рвы, являющиеся основой этого сооружения. Итого 2 миллиона 300 тысяч долларов, или 153 миллиона рублей. Кстати, вы слышали об австралийской паре, у которой теперь буквально во дворе стоит копия Стоунхенджа. Семья Биллов владеет животноводческой фермой, а по соседству с ними расположена каменоломня, которая несколько лет назад взяла крупный заказ от одного взбалмошного мультимиллионера, решившего воспроизвести Стоунхендж из гранитных плит. Когда после года вытесывания нужной формы камней миллионер вдруг понял, что их перевезка в нужное место обойдется ему слишком дорого, он расторг контракт и оставил каменоломню на грани банкротства. Соседи-фермеры пришли на помощь. Они выкупили готовые камни и воспроизвели Стоунхендж на своей земле. Стоимость объекта они не разглашают, но теперь пытаются продать его вместе со всей фермой за 5 миллионов долларов. А пока желающих приобрести это чудо не нашлось, семья Билл впускает к себе туристов за вполне приемлемую цену около 500 рублей со взрослого и 250 рублей за ребенка. Следующий объект – висячие сады Семирамид. Вавилонские висячие сады считаются утраченным чудом света, о котором сохранились лишь некоторые документальные свидетельства. Для расчета их стоимости эксперты взяли за основу сведения греческого историка Деодора, который писал, что сады в основании занимают площадь примерно 40 на 30 метров. Проект решили сделать пятиэтажным, что в итоге дало общую площадь более 4600 квадратных метров. Далее эксперты решили не заморачиваться и взять за основу подсчетов стоимость строительства и ландшафтного дизайна на похожем объекте в отеле Парк Ройл в Сингапуре. Там все это обошлось в 430 долларов за квадратный фунт. В итоге получилось 31,5 миллионов долларов или 2,1 миллиарда рублей. Для справки, реконструкция большого театра и строительство любого из олимпийских объектов обошлись нам не менее, чем в 10 раз дороже. Теперь Мачу-Пикчу. Полуразрушенное древнее поселение инков Мачу-Пикчу, расположенное в горах на территории современного Перу, занимает внушительную площадь почти 326 квадратных километров. Часть, которая и ныне выглядит застроенной, тянется на 530 метров в длину и на 200 метров в ширину. Переведя эту площадь в затраты на строительный материал, в основном гранит, эксперты получили расходы в 57 миллионов долларов или в 3,8 миллиарда рублей только на камень. Общая стоимость объекта составила 70 миллионов долларов, примерно 4,67 миллиарда рублей. Тадж-Махау. На строительство этого мавзолея в честь своей почившей жены Падишах Джохан не пожалел 20 лет жизни. Мраморное здание было завершено в 1653 году, а на стройке трудилось примерно 20 тысяч человек. Специалисты считали отдельно стоимость мрамора и кирпича. Отдельной строкой расходов стал 13 тысячи тонн мраморный купол 2 миллиона 574 тысячи долларов ну или 172 миллиона рублей. Также пришлось рассчитать размер прилегающих садов и затрат на озеленение, которые составили внушительную сумму более 10% от общей стоимости объекта 15 миллионов долларов или 1 миллиард рублей. Заложены в смету и полуторагоценные камни для отделки, инкрустированные в белый мрамор яшма, сердолик, нефрит, ляпис-лазурь и прочие потянули еще на 10 миллионов долларов 667 миллионов рублей. Итоговая сумма затрат на строительство объекта 110,5 миллионов долларов или 7,37 миллиарда рублей, что, кстати, по-прежнему в разы меньше расходов на любой из построенных к чемпионату мира по футболу стадионов, каждый из которых обошелся бюджету не менее чем пару десятков миллиардов. Колизей. Раз уж зашла речь о стадионах, возьмем за сооружение для массового скопления людей под открытым небом. Амфитеатр в Риме был построен примерно за 10 лет и закончен в 80-м году нашей эры. Не не учел. Сооружение вмещало не менее 50 тысяч человек, а на стройке, по оценкам историков, работало как минимум в два раза больше работ. Оценивая современные затраты на строительство аналогичного объекта, специалисты ориентировались на проект, воплощенный в Лас-Вегасе. Концертный зал Колизей. Казино Кайсарс Палас. Был построен еще в начале 2000-х годов. Поэтому цены пришлось индексировать с учетом их изменений за прошедшее с тех пор время. В результате эксперты получили стоимость строительства в размере 824 доллара за квадратный фунт. Отдельно считались расходы на травернтин известняковый туф, из которого построен оригинальный Колизей. Его тут нужно примерно миллион тонн, а это 198 миллионов долларов 13,2 миллиарда рублей. Общая стоимость объекта с учетом всех затрат 435,3 миллиона долларов или 29 миллиардов рублей. Это уже похоже на наши стадионы, но не стоит забывать про разницу строительных материалов и оснащения. Великая пирамида Гиза, пирамида Хеопса. Древнеегипетское архитектурное сооружение, считающееся одним из семи старейших чудес света, построено по разным оценкам за 20-30 лет. Примерно из 2 миллионов 300 тысяч каменных блоков. Для расчета стоимости строительных материалов эксперты умножили нынешнюю стоимость тонны известняка на средний вес блоков около 2,5 тонн. Получилось 1 миллиард 14 миллионов долларов или почти 76 миллиардов рублей. Очень дорого обойдется организация строительства. Только привлечение необходимой техники, в первую очередь подъемных кранов, отнимет невероятные 60 миллионов долларов или 4 миллиарда рублей. Прибавьте к этому оплату труда не менее чем 600 рабочих. Конечная стоимость объекта 1,2 миллиарда долларов или 80 миллиардов рублей. Для сравнения, бюджет одной из областей Российской Федерации составляет всего 55 миллиардов рублей. Великая китайская стена. Архитектурное сооружение невероятной длины с учетом всех ответвлений. 21 196 километров. Древние китайцы в кавычках строили 2000 лет. В своих расчетах эксперты ориентировались на стоимость построенного недавно в китайском нанчане 4-х километровой копии отрезка стены. В перерасчете на нынешние затраты они предположили, что миля стены обойдется примерно 303 тысячи долларов или в 12,6 миллиона рублей за километр. Интересно, что сумма этих затрат оказалась примерно равной расходам на оплату труда необходимых специалистов. Итог 42 миллиарда долларов 2,8 триллиона рублей. Для сравнения, бюджет нашей страны в 2019 году составляет почти 20 триллионов рублей. А что вы думаете по поводу этих цифр? Одной из задач канала Айспик является преувеличение и объединение как можно большего числа участников в исследовательской деятельности. Мы не построим красивое и светлое будущее, оставаясь в неведении нашего с вами реального прошлого. Подписывайтесь на канал, делитесь мнениями в комментариях, спешите стать участниками увлекательных экспедиций 2019 года с командой канала Айспик. Ставьте лайки. Благодарим вас. Всего доброго. Онлайн-платформа Викиум создана учеными и экспертами в области нейропсихологии. Данный проект направлен на раскрытие потенциала человеческого мозга, развитие реакции памяти, мышления и внимания. В начале работы с данным проектом формируется индивидуальная программа тренировок. Она создается на основе предварительного тестирования. Сами же тренажеры написаны простым языком и развивают мост в игровой форме. Эти курсы также направлены на развитие личностных качеств и специальных навыков. Скорочтение, эмоционального интеллекта, мнемотехники и других. Тренировки на тренажерах Викиум помогают в учебе и карьере, повышают работоспособность и концентрацию. По крайней мере, мне эти тренажеры Викиум, как я уже говорил, напомнили те самые тренажеры авиации. Но только те авиационные тренажерами назвать нельзя. Они были просто оценочным фактором. То есть, они давали только оценку, но не позволяли тренировать данные навыки. Хотя когда-то перед прохождением тех самых старых авиационных тренажеров мы все хотели попасть на них и пройти их просто так для тренировки. Но тогда в советское время такой возможности не было. И при прохождении этих, так сказать, оценочных тренажеров просто выставлялась оценка. А Викиум дает возможность тренироваться. А по моему мнению месяц тренировок на данных тренажерах, которые я прошел на курсах Викиум, действительно помогли мне улучшить память и концентрацию. Буду тренироваться дальше. И советую вам, особенно тем, у кого напряженный интеллектуальный труд или тем, кому за 40.